В эфире телеканала Карибу новости. В студии работает Олеся Хитагурова. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Все недочеты устранят в течение двух месяцев. На Приморской продолжается ремонт фасадов. В прошлом выпуске новостей мы рассказывали о том, что жители Приморской жалуются на ремонт, который провели в их домах. По словам магаданцев, до было лучше. С вопросом, кто будет устранять ошибки и за чей счет, мы обратились в фонд капитального ремонта Магаданской области. Когда мы говорим о том, что журналистика может и должна быть действенной, мы имеем в виду как раз то, что сейчас происходит за моей спиной. После нашего материала подрядная организация, которая занималась капитальным ремонтом фасада этого здания, приступила к устранению недочетов, допущенных в ходе работы. Напомним, жители первого дома рассказывали, что, по их мнению, в этом здании все сделано кое-как. От крыши до подвалов. Кровля протекает, отливы установлены неправильно, из-за чего вода во время дождя стекает в квартиры, а не на улицу. И таких нюансов уйма. Люди уверены, весь этот так называемый капремонт не продержится и нескольких лет. Совсем скоро все начнет разваливаться и рушиться. Претензии жильцов прокомментировал руководитель подрядной организации, которая и делала ремонт. По словам Марата Халилова, многие недочеты выявили только этой весной, а большинство проблем возникло потому, что работы проводили в холодное время года. В процессе работ были приняты все жалобы, то есть жалобы отработаны. Замечания все у нас полученные от фонда, они тоже были выставлены в список, выведены в график, и мы все замечания устраняем согласно графику. Мы переделываем и плитку на крыльцах, то есть применено другое решение, то есть вместо плитки сейчас у нас будет резиновое покрытие, которое будет уже более надежное в данных условиях. Как рассказал нам исполняющий обязанности руководителя фонда капитального ремонта Магаданской области Вадим Смирнов, основное заблуждение жителей дома заключается в том, что они ждут реконструкции всего здания, в то время как по проекту только фасад и крыша. Замены канализационных труб и благоустройства придомовой территории в плане нет, а вот выявленные недоработки подрядчик естественно обязан устранить. Все недочеты подрядчику указаны, это по поводу тамбуров, крылец, по крыльцам плитка была плохого качества, сразу это не проявилось, ее смогли сдемонтировать только когда зима закончилась. Подрядчик должен был выйти еще как бы в мае, но погода не давала выйти на работы. Как только установилась погода, подрядчик вышел. Особенно жителей волновала отмостка. Они жаловались, что во время дождя вода стекает в подвал и затапливает его, а все из-за неправильной установки. Но специалисты уверены, что причина в другом. Отмостка вокруг здания сделана по проекту, свою функцию она выполняет на 100%, отводит воду от здания, но так как мы видим благоустройства вокруг здания, внутри во дворе нет, вода естественно попадает через ямы, через землю в подвалы. Еще один вопрос местами протекающая крыша, капитальный ремонт которой провели в прошлом году. После капитального ремонта бывает, что где-то схалтурил подрядчик и сразу это не выявить. При дожде она выявляется и подрядчик устраняет эти замечания. Счет своих гарантийных обязательств. Пять лет гарантийных обязательств у подрядчика. Если в течение пяти лет какой-то гарантийный случай наступает, он это исправляет за свой счет. Закончить работы в этом здании планируют через два месяца. За это время обещают исправить все ошибки. Останутся ли довольны результатом жители дома в этот раз, мы расскажем в одном из выпусков новостей. Олеся Хитагурова, Илья Пачин, Олег Дудник. Специально для Карибу. Сотрудники ГИБДД провели акцию «Нетрезвый водитель». Это постоянное мероприятие, где полицейские выявляют нарушителей дорожного движения. В ходе недавнего рейда удалось пресечь езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения. На месте работы инспекторов побывала наша съемочная группа. Я желаю, товарищи, офицеры, сегодня в рамках запланированного, согласно приказу начальника ОВД области, профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Стоит напомнить, что за пьяную езду грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. Отказ проходить медосвидетельствование предполагает те же самые санкции в отношении нарушителя. Тем не менее, даже это не пугает некоторых колымчан. Сотрудники ГИБДД остановили молодую женщину, которая села за руль под шофе. В пассажирском кресле – ребенок. Наказание при повторном нарушении правил дорожного движения гораздо строже. Лишение свободы до двух лет, либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Могут также привлечь к обязательным или принудительным работам – лишить прав на три года. Но и этого магаданцы не особо боятся. Молодого человека остановили за езду без прав. При этом рядом сидела его девушка. Опять же, как пассажир. У нее права имеются. Знаете, что происходит сейчас, нет, с вашим молодым человеком? Нет. Нет? Вроде как оказывается, что у него прав нет. Да, нет. А вот у меня есть. Ну, вы не за рулем, я так понимаю, да? А нельзя было, чтобы ему там это все, а я потом досела. Ну, а он хороший водитель, как вы с ним повели? Он, да. Лучше водит даже те, кто с правами. То есть вы чувствовали себя в безопасности и не волновались, да? Да. Сотрудники ГИБДД утверждают, что на таких акциях останавливают часто и водителей такси, и всех, кто занимается перевозками. Пассажирскому транспорту уделяется особое внимание. Значит, перевозка пассажиров у нас осуществляется по трем направлениям. Первое – это перевозка по маршрутам автобуса. Второе – перевозка по заказам. Это автобусы также свыше 8 мест. А также перевозка пассажиров и багажа легковым такси. По итогу мероприятий, которые полицейские проводили с 10 по 13 июня, выявили 15 пьяных водителей. У 21 человека не оказалось удостоверения на право управления автомобилем. 19 человек оштрафовали за тонированные стекла. И один оказал сопротивление при задержании. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для Карибу. Недавно мы показывали очередной материал о том, что магаданские рыбаки вновь обратились к властям с просьбой заняться благоустройством дороги на отсыпку. Тогда за кадром они говорили, что очень надеются достучаться до руководства города и области быстрее, чем проезд окончательно разрушится. К сожалению, чудо не случилось. Эта огромная яма появилась в конце прошлой недели. Дорогу размыло, и теперь привести ее в порядок будет гораздо сложнее и дороже. Но, судя по всему, никому до этого нет дела. Уже больше двух лет магаданские рыбаки просят просто разровнять полотно. Чтобы проехать на отсыпку могли не только внедорожники, но и легковые автомобили. Но все в пустоту. Теперь надежды на то, что их услышат, практически не осталось. Как мы видим, большинство магаданских рыбаков оставляют свои машины до этого места. Ручей перемыл дорогу, и теперь большинство рыбаков, наверное, ходят или пешком, или ездят на отсыпку только на подготовленном транспорте. Есть, конечно, люди, которые не собираются опускать руки и прощаться с любым местом отдыха. Они повышают проходимость своих машин и готовы преодолевать любые трудности. Но таких немного. Тем же, кто решит идти пешком, придется нелегко. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете просьбы магаданцев, чтобы власти все-таки эту дорогу привели в порядок? Я лично поддерживаю. Мы туристы, мы ходим здесь постоянно. А вообще, все это очень печально. Так считают все рыбаки. По их словам, не так много средств нужно было для того, чтобы сделать проезд доступнее. Как вы оцениваете происходящее для рыбаков перспективы? Да, грустно. Грустно? Грустно, конечно. А у вас жив? Нет. Какая универсальщика? Вот мы с прошлого года уже делаем материалы по поводу того, чтобы эту дорогу привести в порядок. Каково ваше мнение? Ну, конечно, хотелось бы, а кто ее будет приводить? Думаете, не будут? Кому это надо? Нет, да. Даже не знаю. Ну, альтернативы вот такого места же в Магадане, прям рядом, в доступности же нет. Единственная надежда, по словам магаданцев, что благоустройством этой территории решит заняться кто-то из предпринимателей. Но тогда возникает риск, что проезд сюда закроют, и все это станет частной территорией. Мы же продолжим следить за этой темой. О том, как сложится судьба одного из самых любимых мест отдыха горожан, расскажем в одном из выпусков новостей. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для Карибу. В областном центре отпраздновали День России. В сквере «70 лет Магадану» провели традиционный фестиваль «Территория дружбы». Побывала там и наша съемочная группа. Каждый год представители различных народов – русские, грузины, узбеки, татары, буряты и многие другие – угощают всех гостей праздника своими национальными блюдами. Фестиваль посетили губернатор Колымы Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан. Они поприветствовали собравшихся и поздравили с Днем России. Первые руководители города и области лично продегустировали угощение. Хорош? Да. Воспорцы, молодцы. Умеют? Умеют, да. В этот раз для магаданцев приготовили шашлык хинкали плов. Не обошлось и без десерта. Желающие могли выпить горячего чая с восточными сладостями и традиционными русскими блинами. Дагестанская кухня, русская. Мы уже накушались и так случайно получилось. Но очень вкусно. Очень вкусно. Спасибо, что такое мероприятие придумали. Во-первых, можно посмотреть, но еще и угоститься. Просто несколько удовольствий сразу. Угощать гостей всегда приятно. Так говорят о фестивале представители диаспор. Это уже стало доброй традицией в Магадане. Салаты, похвала, долма – все эти блюда на прилавках в День России. Я использую эту ситуацию. Поздравляю всех с этим праздником. Дай Бог, всем магаданцам дружно. В этом городе никогда не был национальный вопрос. Это город самый спокойный, наверное, в России. Поздравляю всех с праздником. Поздравляю с этим замечательным праздником, с Днем России. От себя лично и от лица всей армянской диаспоры Магаданской области. Поздравляю всех колымчан, всех россиян с Днем России. Желаем мира, добра, чтобы никогда не было войны. Пусть все живут мирно и дружно. Мы все любим мир и дружбу. Пусть все дружат, пусть никто ни с кем ничего не делит. Это наша мечта, наше желание и наш завет, чтобы все дружили, чтобы все жили в мире и в согласии. Организация «Молодежный меридиан» подготовила для гостей праздника ватрушки, баранки и веселые частушки. Широка страна, родная и простора не полна. Есть моря, и сайбурки, и озер у нас полна. Не только вкусная еда, но и интересные развлечения. Для гостей проводили мастер-классы, на которых можно было научиться тонкостям традиционного ремесла. Также магаданцы смогли почувствовать себя в роли рыцаря из эпохи Средневековья. Желающие могли примерить шлем и боевое оружие, а также сделать фотографию на память. Ощущения потрясающие. Я думаю, такие мероприятия с оружием надо проводить в городе у нас почаще. Это актуально. Территория дружбы объединила в этот день представителей Ассоциации малочисленных народов Севера. Татарского и Башкирского землячества и многих других. Кроме того, множество общественных организаций приняли участие в фестивале. Также в этот день на Магаданской площади прошел праздничный концерт. Перед началом провели торжественную церемонию поднятия флага Российской Федерации. Впервые День России отметили в 95-м году. Историки говорят, что праздник получил неофициальное название День независимости, хотя в официальных документах такая формулировка не использовалась. Мэр Магадана Юрий Гришан подчеркнул, что сегодня особенно важно защищать свою страну. Мы говорим, что мы за демографическую политику. Мы хотим, чтобы было много детей в нашей стране. Но мы должны и защитить наши семьи от внешних агрессоров. И то, что сейчас проходит специальная операция военная, подтверждение того, мы никогда и никому позволим сделать так, чтобы мы были в опасности и хотя бы на секунду сомневались о том, что у нас все будет благополучно и под мирным небом. Поздравляю всех магаданцев с праздником! Для магаданцев выступили творческие коллективы Магадана. Артисты показали музыкальные и танцевальные номера. Жители и гости города присоединились к поздравлениям с Днем России. Поздравляем всем магаданцам! Желаем здоровья, чтобы в России укрепляло и не было никаких войн! Магаданцам всех с праздником! Всех! Счастья им, здоровья и пускай крепятся все. Все хорошо будет. По традиции в рамках празднования Дня России юные колымчане получили паспорта из рук мэра Магадана и губернатора региона. Поздравление День России юные коллеги открыты. Пройдет время, вы привыкнете к этому документу. Поймете и увидите, что без него во многих вещах жизни, в житейских вещах невозможно обойтись. Особенно если кто-то, а мы, кстати, колымчане, по всему лучшему, я думаю, регулярно путешествуем, ездим на отдых и так далее. Тому подобное он постоянно крайне необходим, без него никуда. Но самое главное, это еще один очень важный документ принадлежности вас к стране, великой стране России. Вы знаете, я всегда гордился тем, что я родился в этой стране, потому что считал, считаю и уверен, буду считать, что мы действительно на этой уникальной территории, богатой природными ресурсами, полезными ископаемыми, живет уникальный великий народ. И вы частичка этого народа, вы частичка нашей страны, вы граждане России и сегодня получаете очень важный документ, удостоверяющий это уже окончательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень рада, что в этот день вручили паспорт именно мне. Этот документ уже показывает, что ты за все отвечаешь сам в своей жизни. Что я должна быть законопослушной и не привлекать к уголовной ответственности и радовать своих родителей. А еще любить и беречь свою страну. В Магадане продолжает работать нордическая выставка. О том, что предлагают магаданцам, расскажет Анна Корнетова. Я так скажу, кстати, смотрится очень стилево вот эта куртка. Прямо вот это прям стильно. И не только стильные куртки, но и норвежские и немецкие пуховики, канадские, аляски, финские дубленки, парки и бомберы, косухи и кожаные плащи. Огромный ассортимент качественной верхней одежды представлен на нордической выставке. Изделия, предназначенные для холодов, выдерживают до минус 50 градусов. Наполнители – пух-перо, биопух, верблюжья шерсть – практичные, обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, служат долгие годы, не уступают по качеству и демисезонные вещи. Здесь представлена оленья кожа. По градации это идет одна из самых лучших кож. Она носится примерно от 10 лет без ремонта и реставрации. Внутри она идет на наполнении пух-перо. Это демисезонный такой вариант. Носится от минус 15 градусов до плюс 5 вообще спокойно. Даже в хорошую погоду ты будешь чувствовать себя в комфорте. Сама по себе она идет снизу на резинках. То есть, если вдруг водишь машину, обычно мужчины любят куртки на резинках. И несмотря на то, что многое здесь для классической весны и осени, в Магадане такие куртки и плащи можно носить и летом. Погода на Колыме непредсказуема. На ветер очень круто. Вот карманов тоже много. Большое количество, я бы сказал. Региональную программу для Севера России запустила компания «Союз импортеров». Это крупнооптовый поставщик верхней одежды. В связи со сложившейся политической ситуацией в мире и высоким курсом валют, руководством было решено отказаться от сотрудничества с европейскими партнерами. Остаток ассортимента распродают напрямую по цене крупного опта. По цене, если смотреть, тут на весь товар, на весь ассортимент, минимальная накрутка идет порядка 20% от цены производства. На некоторые модели 30%. То есть, если брать среднюю розничную цену, там брать магазины, да, магазины обычно накрутку делают минимум в два раза, а часто в три. Приемлемая цена, широкий модельный и размерный ряд позволят подобрать одежду на любой вкус. Нордическая выставка будет открыта по 30 мая включительно. Всех рады видеть с 10 до 21 часа на первом этаже торгового центра «Море-мол». Анна Корнетова, Игорь Радченко. Специально для «Карибу». Сейчас немного о погоде. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом у нас все. Оставайтесь в курсе событий. Смотрите «Карибу». Скоро будут новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова